сейчас короче буду звонить хорошему знаком лёхе сейчас узнаете почему всем привет кстати лег здорово не отвлекается слушай я вот проконсультироваться у тебя чем лучше полирнуть машину ты же в любом случае в своей работе сталкивался что-то полировал да как дорого это будет ну свою машину хочу полирнуть ну конечно да и наверное чем воском нам от нет я в принципе хотел сам сделать мне самому интересно вот и на это вот которая как как типа болгарка но только наоборот регулирует да но 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 потом что насадка наверно нужно да под полироль да да нахуя если одно я тут вот насчитал что же блять этот как ее не помню какая-то профессиональная полироль автомобиля как быть b3 но вот 3м по моему да 3 3м овская зеленый колпачок что ли так говорят первое первое нет там какой-то 504 не не помню где-то записал ну наверно да наверное скорее всего да 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 там вроде бы она такая прикольная то есть сначала ну ты работал с ней работаю а ну вот к примеру как я не профессионал вот такой распиздя я смогу я думаю справиться да а чё такое голограммки как смысл это как тебе объяснить какие мелкие длинные царапинки от круга грубо говоря ага это вполне то что они все останутся после полировки да потом берешь мягче круг там следующую я не помню как она 76 это это еще это еще мельче получается да ну это уже я думаю совсем хотя бы с одним слоем справиться посмотреть всем это едят вот я думал вообще планировать наверное может в деревне уеду я сейчас город приехал тут вопросы мы решим там детским садом вот и потом назад уеду думать куплю чего-нибудь вот поэтому ты в этих вещах к шаре что-то знаешь наверное где берешь там по 200 по 300 грамм такие продаются полировальная блин блин лег вообще бы было бы чудненько слушай ну тогда скажи там сколько по деньгам ну глупости оранжевый круг оранжевый круг он дорогой оранжевый круг на ракете продается да ну это я я по поводу круга то ты там берешь да на ракете какая это ну я понял да ну мне конечно прикупить да и себе чтобы это вот и так уже это буду наглядеть постой постараюсь оставить если не оставлю там спрошу где развив ее продают да да вот этот вопрос узнай было бы вообще облег замечательно а ты чё в деревне когда собираешься то есть ты вопрос решил ну с билетом то лучше не на кого не надеяться пошел и купил и все да ну я понял я понял ты сейчас машинку туда или это опять уже тому да ну хорошо а у тебя какая на это я имею ввиду вибрационная такая да или как уж ему что но 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 короче Ты что, думаешь, не получится у меня шлифануть, что ли? Лучше не надо. Тысячником, потом до двух с половиной догнать? Ну, мой совет, лучше не надо. Сгорит? Да не то что, ты понимаешь, что снимешь слой лака. Ну, естественно. Если тебе это незачем, то лучше не трогай. Зачем тебе это надо сейчас? Она блестеть тебе и так будет, она тебе не шагрини. Ну, хотел, что-то у меня на капоте под маски там оказываются. Ну, такие как... Под маски ты просто сейчас полируешь, они у тебя вымываются. А-а-а. Все равно опять плюс подмазывать. Ясно. А ты на этих выходных хочешь сделать это, да? Тестер. Да. Да, он в шоке ждет-то. Ну, я понял. Да, было бы неплохо, конечно, если посмотреть, как все это в процессе, как это у тебя профессионал получается. Ну, в следующий раз. Конечно. Самое главное, темное место питание-то надо поставить, чтобы оно у тебя горячее не было. М-м-м. Свет, да? Ну, свет, да, желательно. Я понял тебя. Ладно, Лёх, спасибо тебе за консультацию и спасибо тебе за предоставленный, как бы сказать, инструмент. Ну, спрашивай, ну, потом позвонишь, и я тебе объясню, как что там... Ладно. Ладно. Когда паста, она с водой полируется. А? Она с водой полируется, я тебе объясню потом. Ну, это тремовская, да? Да. Ну, да-да-да. Я так смотрел ролик, как они, чтобы губка влажная была, не перегревать. Да-да-да-да-да. Вот. И тоже, как сказать, ну, хочу попробовать для себя. Времени-то полно. А если, тем более, инструмент для этого покупать не нужно вообще, хоть каждый день тренируйся. Ха-ха-ха. Ладно, Лёх. Ну, давай, я оставлю замык. Всё отлично. Спасибо тебе большое. Да нет, что давай. Давай, пока-пока. Давай-давай-давай. Давай-давай. Давай, что-нибудь истынь сказать Полине. Скажи, Полина, мы пришли на набережную. Полина! Да, говори. Полина. Мы пришли на Волгу. Мы пришли на Волгу. А тебе этого не грозит. А тебе это не грозит. Ты посмотри, да, ты посмотри, скажи, какой у нас здесь вид. Ты посмотри. Какой у нас вид, да? Какой у нас вид, да? Вот, скажи. Смотри-ка, ёлочка, ёлочка. Всё, скажи, мы пошли гулять. Всё, мы пошли гулять. Пока. Аккуратно, ты чё? Лизка Лизка Юбка Лизка Лизка Юбка Да Лизка Меда Меда Как в Греции, да, здесь бои идут, а римляне... Колизей, да. Каскад, наверное, да? Смотри, пойдем же, где ты, и купаться пойдем? Пойдем? Пойдем, папа. Пойдем, папа, и купаться. Мам, знаешь, что нам? Знаешь, как? Пойдем туда купаться? Скупаться хочешь? Да. Мне кажется, вода не очень хорошая. Всем привет-привет! Наконец-то подрос наш вековес, который мы сажали весной. Посмотреть, как мы сажали с помощью его этих, как его, гусиных лапок, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Ну вот, смотрим. Вот такая высота. Прошло где-то, наверное, месяца полтора. Вон где-то видно, что пошло в колосьях, вот где земля плохая. Там пророст не совсем хороший. В Одессе было постоянно земля удобрена. Вот, вот, вот этой стороне видно. Прямо там такие хорошие колосья. Сегодня у нас какое число? Седьмое июля. Седьмое июля. Та же самая бригада скороспелок. Хомка-пелороспелок. На выходе. Таее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 обожгли да нет причем то папка при чем-то папка вот такой вот стартер стал сейчас а а это вылетел а другую там наверно вон он там да он то ослабить надо вот этот балтик верхний почистить его там на 10 там же такой торцовочный был этот сейчас что-то надо вот это вытаскивать вот это все счищать откручиваю а вон чем были цовки этот хуйню грызет чем вылетел стал это сломала что ли пружину даже что ли пружина сама как вроде нет только вылетел нам да подкогубки принесли вот тут идти надо все равно папка если другой снять ли а какой другой нужен аппарат снова а тогда ключи запнать чем основан никогда не может работа начаться просто так да с каким-нибудь приблудами короче говоря сломался стартер пальцы закрываем оператор стартер вот как я показывал уже вот это все сейчас все сделал все работает разобрал ее очистил так это сено мы выращивали на сено именно скажите пожалуйста напишите так это обез с многолетней травой вот батя хотел чтобы вот вот эти зерна они не пошли вот но получилось так что я приехал чуть попозже вот это будет нормально сел нибудь тот сажал наверное думаю вот надо было батю говорит чуть пораньше ладно будем пробовать заводить все сделали так и и и и и и Поехали! Так, щас посмотрим, как скашивают. Чё-то идёт не так, как хотелось бы. Выезжай по кругу, да иди. А? Выезжай, да по кругу, иди вон. А чё-то смотри это. Так и я попробую. Чё-то вот включай. Да. 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 Ааааа. Тележки наверн две водят, да? Как ты думаешь? А? Увидим? О, правильно. Все с тобой, все наше, да? Сейчас. Сейчас фильтр посмотрим. Густоватый что-то, да? Плохо идет. Погнали дальше. Погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, короче говоря, как этой косой регулировать, чтобы поток не забивался. Мы сейчас столкнулись с такой штукой. Очень густая трава, очень густая. А этот мотоблок, он просто оборотистый. Он, как сказать, для него нужна понижайка. Понижайка нужна для того, чтобы вот эта вся масса успевала проходить. А так как мы регулируем скорость, скорость своего мотоблока просто обычной газулькой, вот тут один весь еще секрет. Вот эта скорость первого хода, вот я им как делаю, вот сейчас обрати внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok